всем добрый день сегодня тема нашей встречи обработка обращений клиентов из цифровых каналов мессенджеров чатов социальных сетей наш гость алексей белов коммерческий директор контакт центра открытая линия добрый день добрый день алексей расскажите пожалуйста про тенденции развития цифровых каналов при взаимодействии с клиентами на текущий день востребованность цифровых каналов общение с клиентами через цифровые каналы она увеличивается с каждым днем все больше компаний чувствуют потребность расширения каналов коммуникаций с клиентами и создают там свои какие-то представительства по разным причинам это происходит ну во первых технологии развиваются во вторых многим клиентам иногда удобнее обратиться в компанию не по телефону а через какой-то текстовый канал интроверты ярко выраженные те кто не любит общаться они любят писать также один из плюсов такого вида общения то что клиент может параллельно то есть он параллельно может делать еще что-то на то есть он может задавать вопросы заниматься ким своими другими делами получать на ответы на свои вопросы на на сегодняшний день по статистике время проводимая людьми клиентами в социальных сетях мессенджерах и других цифровых каналах она уже намного превышает время звонках телефонных эта тенденция продолжает увеличиваться и компании хотят увеличить свое представительство в этих цифровых каналах но при этом у компании возникает проблема как же обеспечить высокое качество коммуникации одновременно в нескольких каналах не при не потерять при этом в сервисе и как же решить эту проблему понятно что технологии не стоят на месте и другие компании которые видят эту проблему технологические компании они предлагают решение как эту проблему решать и на текущий момент разработана различного рода программное обеспечение которое компании устанавливают у себя или используют из облака это программное обеспечение позволяет собрать все обращения клиентов из различных каналов в единое окно компании где будут операторы работать с этими обращениями и также из единого окна давать им те самые ответы и при этом еще и можно контролировать работу этих операторов по качеству услуги там по времени ожиданий и так далее давайте теперь поговорим о работе колл-центра при обработке текстовых обращений в чем отличие от приема голосовых вызовов ну прежде всего отличие именно в самом бизнес-процессе когда человек обращается по телефону происходит звонок оператор общается только с этим клиентом поступил звонок был получен ответ диалог закончен закрыта заявка случае с обработкой обращение клиентов из цифровых каналов может происходить нечто иное то есть клиент может написать сообщение обратиться в компанию а параллельно заниматься чтением каких-то новостей или общением с другими своими друзьями и коллегами в других чатах при этом возникает пауза таким образом диалог увеличивается но при этом с другой стороны оператор тоже может вести несколько диалогов одновременно общаясь с несколькими клиентами консультируя их по тому или иному вопросу вот в данном вот данный данным вопросом отличается общение через голос и через цифру через каналы как искусственный интеллект может быть использован в обработке сообщений из цифровых каналов понятно что есть задачи которые могут выполняться не человеком это простые типовые задачи ответы на общие вопросы ответ предоставление какой-то информации в том числе и запросы возможно к некоторым другим внутренним системам компании к crm к биллингу там с представлением баланса там и что-то иное для которых человек не обязателен то есть чат-бот виртуальный оператор может выполнить ответы на эти вопросы также имея при этом преимущество над человеком в том что он никогда не будет занят сколько бы обращение не поступало одномоментно чат-ботах будет обрабатывать их в том количестве сколько в этом в котором есть необходимость и только если он не может решить ответить на тот вопрос который поступает от клиента он может соединять тогда с оператором человеком и человек будет отвечать на те вопросы которые нет в нет в базе у робота поэтому это снижает нагрузку на персонал и как следствие это снижает ваши затраты вас как предпринимателя как бизнеса на обработку обращений с цифровых каналов а как мониторить сотрудников контакт-центра при работе в цифровых каналов важно при выборе решения которое вы будете использовать для вот собственно вот этого единого окна омниканальности выбрать тот продукт который будет отвечать вашим требованиям и одной частью этих требований является аналитика статистика отчетность мониторинг собственно каждый бизнес выбирались а что ему более важно но такие базовые вещи как контроль продолжительности диалогов контроль скорости реакции ответа оператора на запрос общее количество диалогов за любой отчетный период в разрезах не только дат но и менеджеров отдельно которые работают такой базовый функционал желательно в онлайн он должен быть в программном обеспечении чтобы вы как заказчик имели возможность контролировать исполнителя и неважно этот исполнитель ваш штатный сотрудник или этот исполнитель какой-то аутсорсинговый колл-центр который выполняет эту работу имеет ли смысл компаниям использовать аутсорсинг для обработки цифровых обращений этих клиентов прежде всего использование аутсорсинга на таких задачах имеет экономическую выгоду дело в том что контакт-центр он как работает контакт-центр конкретно по этой задаче он имеет некую группу специалистов менеджеров операторов которые работают только с цифровыми каналами они не работают с голосом с голосом работает другие группы специалистов и эта группа специалистов она одновременно работает на нескольких схожих проектах например нам на проектах нескольких интернет магазинов или интернет агрегаторов или оффлайн ритейлеров близких по тематике чтобы специалисты которые там работают хорошо ориентировались в техниках и бизнес-процессах этих проектов соответственно аутсорсинг имеет возможность нагружать одного специалиста более высоко чем in-house проект когда у него только в штате оператор занимается только одним проектом когда ты загружаешь оператора нагрузкой чем больше ты загружаешь оператора нагрузкой тем более эффективно ты используешь те средства которые ту зарплату и те другие расходы которые ты несешь на этого сотрудника поэтому аутсорсинг априори имеет в несколько раз более эффективную финансовую модель использование аутсорсинга будет вам как компании гораздо выгоднее в плане экономии средств часто компании думают мы будем штатных способ сотрудников использовать как для обработки цифровых каналов так и для голосовых каналов так может быть даже для каких-то еще задач там переписки взаимодействия с клиентами с чем-то еще да это возможно для увеличения нагрузки для сокращения сдержек но тут возникает риск именно контроля качество сервис может начать падать то есть либо в голосовом канале начнет падать сервис либо в цифровом канале начнет падать сервис то есть скорость ответа может снижаться если это критично так лучше не делать если это не критично и ожидание на линии или ожидание ответа диалога может быть больше для вашей компании в этом ничего страшного нет можете объединять поэтому Отвечая на ваш вопрос, прежде всего это экономическая эффективность. Но помимо этого, использование аутсорсинга это еще и использование опыта компании, которая узкопрофильно занимается именно обращением клиентов, в том числе и цифровых. Они подбирают платформы, они инвестируют в эти платформы, они позволяют настраивать гибкий контроль, потому что сотрудники аутсорсинговых компаний, они сами мониторят своих операторов. Есть супервизоры, которые контролируют эту работу. А это значит, что на каждом участке работы должен быть соответствующий контроль. Поэтому, нанимая аутсорсинг, вы еще и получаете определенные технологии. Каким компаниям будут интересны такие сервисы? Сервисы обработки цифровых каналов будут интересны компаниям, которые прежде всего уже представлены в цифровом пространстве, используют активно различные каналы коммуникаций в социальных сетях, в мессенджерах, в чатах. Они активно уже это используют, но при этом у них, например, еще контроль качества – это большая проблема. То есть, как бы сделать так, чтобы быстро твои операторы отвечали. И при этом клиент оставался еще, можно было бы померить, насколько удовлетворен клиент их ответами. И при этом еще некую аналитику собирать им и делать выводы и какие-то решения потом принимать. Поэтому, если у вас эти каналы уже есть, но не хватает, нужно подтянуть качество, нужно подтянуть сервис, получить какие-то новые инструменты, вы чувствуете потребность, что все больше идет оттуда запросов цифровых каналов. Конечно, вам надо туда инвестировать. Вам надо инвестировать либо в развитие собственного подразделения, которое занимается этим, либо в привлечение аутсорсинга, в зависимости от того, что вам более приоритетно. И я считаю, что цифровые каналы на текущий момент являются и отличным каналом продаж, активно развивающимся. Эти каналы, те компании, которые пренебрегают, они считают, что это не так важно, это не столь перспективно, они уже сегодня начинают терять этих потенциальных своих клиентов. А год от года, месяц от месяца, этот канал развивается, он становится технологичнее, он становится удобнее. И поэтому мои рекомендации компаниям, которые пробуют различные каналы для новых продаж и попробуют цифровые каналы для своих продаж. Спасибо. С нами беседовал Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия». Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.